Лев – мужчина, стрелец, женщина, характеристика, совместимость. Стоит отметить, что женщина-стрелец всегда привлекает к себе очень много внимания. Это возможно благодаря ее природной яркости, обаятельности и харизматичности. Вокруг всегда много мужчин, которые ей восхищаются и не против построить длительные, серьезные отношения. Лев – мужчина, стрелец, женщина, характеристика, совместимость. Однако женщина-стрелец не слишком любит флирт, поэтому не дает надежд мужчине, который ей безразличен. Именно поэтому ухажеров она держит на расстоянии, сближается только в том случае, если понимает, что все серьезно. Чтобы женщина-стрелец обратила внимание на льва, ему необходимо постараться чем-то выделяться среди толпы ухажеров. В большинстве случаев такой мужчина может привлечь женщину своим вниманием, надежностью, профессионализмом. Именно поэтому чаще всего такие отношения могут развиваться на работе. Женщина видит в мужчине-льве перспективность, адекватность и трудолюбие. Однако женщине-стрельцу практически не нужно ничего делать, чтобы обратить на себя внимание льва. Это связано с ее природным обаянием, ухоженностью. Такие женщины всегда ухаживают за собой, а неинтересные собеседники смогут очаровать практически любого мужчину, независимо от знака зодиака. Лев не исключение, он редко может устоять перед чарами стрельца. Проблема заключается в самолюбии льва, его потребности в регулярном восхищении и похвале. Если женщина-стрелец слишком критична, то в паре могут возникать разногласия. Основная проблема в том, что мужчина-лев ждет от женщины-стрельца благосклонность и восхищение. Они ему просто необходимы. Поэтому, если женщина-стрелец научится восхищаться партнером искренне, это будет достаточно прочная и пара, которая сможет прожить вместе всю жизнь. Мужчина-лев подходит женщине-стрельцу или нет. Их отношения напоминают американские горки. В основном эти знаки любят бурно выяснять отношения. Для них свойственна чрезмерная эмоциональность, поэтому в отношениях всегда кипят итальянские страсти с битьем посуды и шумными разборками. Однако после таких ссор они быстро мирятся, становятся счастливыми. Поэтому не стоит волноваться, если у вас есть знакомая пара, где мужчина-лев, а женщина-стрелец. Для них вполне естественные бурные скандалы, выяснение отношений и страстное примирение. Мужчина-лев подходит женщине-стрельцу или нет, стрелец должен очень корректно выражать свое мнение и ни в коем случае не критиковать в жесткой форме своего избранника. Львы не терпят, если им говорят правду в лицо, причем достаточно грубую. Если женщина-стрелец будет слишком категорично выражать свое мнение, мужчина-лев может учесть это за недостаток воспитания попросту. Не захочет строить отношения с избранницей. Основная задача для льва – иногда уступать женщине-стрельцу. Однако, как показывает практика, самые стойкие отношения возможны только в том случае, если женщина-стрелец очень мудрая, умная и тактичная. Если же стрелец будет проявлять себя во всей красе, высказывая мнение очень прямолинейно, эти отношения обречены на провал. Если посмотреть со стороны на эту пару, то выглядят они довольно гармонично и красиво. Чаще всего живут достаточно обеспеченно, так как лев умеет построить бизнес, у него есть жилка предпринимателя, поэтому он чувствует, в какой проект стоит вкладывать деньги. Именно среди львов большое количество предпринимателей, бизнесменов и владельцев торговых сетей или какого-то серьезного бизнеса. Стрелец также не отстает. Женщина амбициозная и умеет добиваться поставленных целей. Именно поэтому такая пара живет в достатке. У них очень красивый дом, дети хорошо воспитаны, одеты и учатся в элитных учебных заведениях. Однако часто эта картинка всего лишь мишура. Все зависит от умения партнеров построить отношения, скрывать свои негативные стороны. Очень часто такие пары живут как змеи в банке. Стрелец и лев – токсичные натуры, которые убивают друг друга, разрушают отношения в вагоне, доказать друг другу, кто независимый. Ответственный и прогрессивный. Женщина-стрелец, мужчина-лев – любовная совместимость. Основная проблема в том, что каждый из партнеров пытается доказать свою значимость. Стрельцу необходимо постоянное подтверждение способностей и талантов. Очень часто партнеры зацикливаться на себе или наоборот, стараются подчеркнуть недостатки партнера, чтобы повысить самооценку в собственных глазах. Женщина-стрелец, мужчина-лев – любовная совместимость, поэтому основной причиной расставания таких пар служит чрезмерная независимость, эгоизм, а также увлечение самим собой. Поэтому чаще всего отношения возможны только в том случае, если женщина-стрелец будет управлять львом из подтяжка. В этих парах женщина внушает мужчине льву его преимущество – превосходство, а также рассказывает о том, какой он неотразимый, независимый, успешный. Только такой подход сделает пару счастливой, сможет создать союз, который продлится всю жизнь. Именно такой жизненной мудрости не всегда хватает женщинам-стрельцам. Если она сможет отказаться от потребности, доказывать свою независимость и значимость, отношения сложатся. Это вовсе не означает, что женщина отдает бразды правления льву. Как указывалось выше, управлять мужчиной можно скрыто. Именно так поступают мудрые женщины. В таком случае возможен успешный союз. Женщина-стрелец, мужчина-лев – совместимость в постели. Мужчина-лев и женщина-стрелец имеют хорошую совместимость в постели. Оба знака любят новшества, сюрпризы, поэтому каждый раз открывают себе что-то новое. Они любят эксперименты, а также спонтанные интимные отношения. Однако есть загвоздка – лев практически всегда зациклен на себе и получении собственного удовольствия. Очень часто после интимной связи он отворачивается на бок и засыпает. Женщина-стрелец очень эмоциональная, хочет обратной реакции. Ей не хватает в таких интимных отношениях нежности разговоров после процесса. Она ждет от льва обратной связи и объятий. Поэтому, если лев научится давать, что необходимо стрельцу в интимных отношениях, это довольно устойчивая и хорошая пара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!